всем привет меня зовут мистер ченнинг и у меня есть мотоцикл мечта представляете поехал кататься и навстречу мне попался игорек тот самый игорек у которого точно такой же мотоцикл то есть туринг с таким же мотором практически с таким же пробегами купил как я свой king брал только у него электроглайд немножко такая недовукомплектованная но тем-то интересно он смотрите смотрите какая какая электричка она скажи она же с валенками с дугами должна быть или понятно но игорек ее купил пару лет назад по два года ты и назад зал и рейлинги должны быть дуги должны быть валенки должны быть ну это по минимуму и если это ультра да еще может быть должны быть антенки антенки нет это не не это не ультра а нет ультра подожди вот вот ну короче игорек никогда не совсем немножко не хватает игорек никогда не сознается за сколько он ее купил но вот смотрите я просто знаете что хочу вот прям сравнить вот 22 абсолютно одинаковых мотоцикла вот два вот квад кинг вот электро смотрите сядем на электро ты такой садишься и вот смотрите что у тебя перед лицом у тебя перед лицом стекло ну стекло кстати можно любое поставить и раз два три 4 5 6 магнитола динамики споты какие-то это включение противотуманных фар передних там кнопка на заполнительное оборудование есть контроль работает да работает аксессуары аксессуары и магнитолка а это вот эта кнопка наверно для переговорки между собой переговорная система и переговорная система такой вот сел да оп и пожарил но не знаю вот в детстве когда был маленький в 2008 году мне казался бы твинг этот прям вообще чем-то этот а вот сейчас вот сел он такой прям и небольшой и зеркала кстати вот у меня такие должны стоять квадратненькие это настоящие зеркала вот игорек ручки ручки оригинальные у мизантропа такие же были круиз тут все точно так же как у меня и кстати кнопки стертые на хрен у меня у меня у меня вот кстати не такие стертые но сейчас мы пойдем для сравнения сравним но тут стоит точно такой же магнете morelli тут это что такое переговорка я понял здесь у нас бак здесь у нас зажигание здесь лампочки поворот право-лево нейтралка дальний масло вот 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 то знаете та самая американская мечта который все все мечтают это это магнитола да она соединил нет ты сам следил не специально подается привлуда короче кнопок раз два три четыре четыре кнопки больше здесь и у меня здесь два а здесь за счет круиза у меня споты тоже здесь включаются вот ты такой садишься и короче мчишь сейчас может получится и я промчу может быть даже что-нибудь снимем смотрите на эту сторону слезаю потому что из ленги мне так удобней впрыск у него точно такой же но у него он более скажем так культурный потому что него это байда родное но не родное а был куплен kit в свое время американцем и американец его поставил я же этот кит собирал по частям ну видно что мотоцикл был немножко это следы эксплуатации это в принципе нормально но по мотору смотрите по коробке все сухо пробегом порядка на 60 до 1000 миль 58 тысяч миль вот кстати с точно таким же пробегами я брал кинга тут музычка все играет здесь громкость пассажир может убавлять прибавлять вы представляете это 97 года все один в один но примечательно что вот здесь наклейка на месте где-то тут я еще в общем наклейки тут есть родные и расцветка вот это вот родная с мотоцикл был немножко пин страйпинг это уже в америке сделали а так чё я открою вот игорек поможет вот смотрите с моим то турпаком то это не сравнится смотрите здесь всякое здесь два шлема вали спокойно но у меня два шлема они влазят один стоя один уже боком кладешь чтобы оба влезла документы и документы хорошо ну электроглайд электроглайд вы представляете прошло столько лет а в принципе вот эта система вот эта система багажная она не изменилась даже на самых новых электричках она такая же принцип они принципиально но принципиально я имею ввиду вот самого вот их как-то расположение сам дизайн они плюс-минус такие же как вот были вот так игорек вот поставлю то и колесо задние это он правильно сделал перед на передние еще передней еще не раз не разыскал а так вообще она прям вот просто один в один один в один как ruat king мой только это электроглайд вот но вот эти вот бампера это родные электрические я себе вот свою защиту ставил это уже отдельно прямо смотришь и видишь свой кинка и вот эти вот колпачки у меня тоже один был но я его потерял это тюнинг да я потерял потерял а так ну и прямо токи не родные а теперь смотрите такой подходишь кингу забери пожалуйста шлем ну я просто сравнить как они может кто-то 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 мечется понимаешь вот 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 такой мотоцикл или или король дорог если электроглайд это прям классика электроглайд появился раньше чем ruat king ruat king 94 году появился а первый электроглайд появился там в шестьдесят каком-то первом году и назывался он электроглайд потому что на нем появился электростартер неслыханная по тем временам роскошь саде а вот садишься на кинг и чё и смотреть тут не на что спидометр указатель уровня топлива тут лампочки да вот эти вот все тут лампочка вольтметр я сам уже ставил аксессуары включаются вот этим тумблером споты включаются вот этим тумблером или наоборот посмотрим нет тут тут не написано и вот вот это вот вам для сравнения у меня рост метр девяносто примерно с такой же уровня и зеркала у меня не родные вот видите как как все это происходит то есть все все точно такой же вот кнопки также смотрите все также затерто вот этот хоть подогрев это не родное все то я точно также затерто прям вот один в один и это прикольно если мне сломается пульт игорек мне конечно же сразу же даст пульт у мизантропа есть а у мизантропа там старую с 80 какого-то там года там с мотоцикла который а ну и тут кнопочка вот 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 сравните вот вот так вот сидишь народ кинге как сидел на электроглайде мне кажется ощущение ну на электроглайде немножко электричка более автомобильная электричка более автомобильной но есть попробую прокатиться я думаю что может быть даже чуть кусочек чего-нибудь снимем с собой action камеры прям как знал я прям подготовился так что просто повезло да вот что мы с игорьком прямо так пересеклись а ну и турпак турпак у меня стоит от софтела и смотреть-то тут собственно не знаю ну он он меньше сразу вот видно да он меньше по по ширине два шлема сюда влезают один стоя один боком влезают впритык но влезают то есть нет такой свободы как в электроглайде но тем не менее этого объема как бы в принципе мне хватает хватает и кстати по поводу багажника офигенная тема у кого нет ставьте потому что не очень хорошо приматывать там знаете как я делаю я беру косуху снимаю да чуть жарко и снимаю косуху застегиваю ее в косуху как в мешок засовываю там штаны носки трусы сапоги короче вот это вот все засовываю и привязываю все это резинками и пауком и очень прям так замечательно и удобно ну на электричке кстати и турпак поудобнее расстегивается у меня видите тут застежка все это как бы быстро быстро эти съемы но на электричке более удобно а так вот смотрите один в один но у меня больше там вот эти крышечка вот это стоит между коробкой и горяка нету прям вот копия копия вот ходовая прям вообще один в один и вот эти вот еще стоит фара родная стоит лампа фара как не родная фара автоваз а джигулей фара прикиньте кстати на линии сказали светит очень хорошо да замечательно мне мне вот мне только за споты говорят и вот эти вот лампы фары короче они аутентичны это родные они прикольные но меняется она вместе со стеклом и это это лампочка на это лампочка и у него видите нету петухов тут всяких а вот это горит да вот у меня такой тоже фонарик стоит но посмотрите какая красота ты такой прям америка и запахла смотрите шоссе темнеет лампочки вот все это прям данный перегорит скоро вот у меня у меня комплект для лампочки есть но короче лампочки самой не этот с лампочки самой нету и патрона там нету как-то не знаю но вот эти штуки потому что я ставил сам вот это вот мне в нагрузку отдали вот это вот этот бампер отдали так что ладно сейчас попробую прокатиться и посмотрим вот электричненько зажигание все точно так же как у меня вот этот обороты холостые чуть попал вот он старый хорлей выходили со старой хорлей это старый хорлей но у меня немножко неудобно я высокий с нейтралка с непривычки я высокий и у меня немного не привычка мне не сдвинуться назад я привык у меня там этот видите как коленки а так по ощущениям ну почти то же самое электричка как там файл а это пятая вот смотрите 50 миль сейчас ну кстати дует поменьше видите как настроение идет немножко постабильнее постабильнее чем рейтинг ну мне так кажется но сижу как-то так билет вперед вот сейчас стекло подминал на шлеме будет короче вообще прям сильно ну наверное где-то так же на рейтинге может чуть чуть меньше может быть так же а за счет прямотоков конечно драйва больше драйва грамм нюштяк вон там угород едет а так ну че не поощущен тут точно такой же все характеристики блин все один в один только что элифра глайт это мотоцикл не шляп на ноги ну и неправильно вот это вот все ну динамика даже динамика века уже ну прикольно прикольно да мотоцикл не шлял электроглайд 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 прям ну может быть валентону было бы поменьше но прям вот ощущение ощущение ну практически такие же как на лотке практически из-за ветра из-за встречного может быть линку сильно может быть чуть-чуть колбасить вот ну а так в целом блин ну прикольно электроглайд мы никогда не ездим на электроглайде мечта сбылась мечта блин байкера у которого есть Руаткинг короче но если есть возможность звенечитесь между Руаткингом и электроглайдом рекомендую вам прокатиться на том и на том если у вас есть опыт прокатиться на том и на том потому что они мотоциклы схожие но они блин разные они разные вот за счет вот этого а дэдвинга он вообще по другому ощущается характеристики все то же самое ощущение ну с кожи но по другому по другому вот 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 такой вот прям вот прикольненько ну за счет которых прямотоков драйве больше у меня прямотоков нету а прямотоков нету а тормоза да даже тормоза такие же вот потихонечку такой едешь тошно сейчас уже вечер порядка 9 часов скоро стемнеет спешим спешим и концепция это она уже не меняется 100 лет хотел бы летом съездить на электроглазе вот съездил прикольненько почечки да все точно так же все точно так же в городе может быть за счет турпака берут немножко другие ощущения и у горька холостые плашут потому что у него вот эта вот проблема с актуатором которая в принципе на всех на тимареле он там горюк что-то круги наморачивают я смотрю вот такая вот электриченько электричечка по ощущениям прям вот все точно так же игорек чуть подальше проехал да коробка не получше работает ему понравилось ему прям понравилось видимо они такие разные но такие одинаковые такие одинаковые такие разные можно и так и так сказать видите какие два прекрасных мотоцикла и для тех кто сомневается что же ему купить road king или электроглайд если есть возможность прокатить на обоих желательно чтобы у них были комплектации схожие потому что у игорька прямотоки ощущения другие у меня стоковые глушители игорек говорит вот не хватает звука то есть драйва может быть там не столько сколько хотелось бы вот тот 97 года этот 97 года и смотрите как они выглядят вот этот в родной краски же весь да игорек видите это с учетом того что он ездил по америке у него там были какие-то небольшие дорожные приключения но и вот игорек в принципе есть на нем и ну немного правда ездит он за сезон но бед не знает такие вот ну смотрите они клевые клевые два туринга два лучших туринга в мире это не спорт туристы это мотоциклы для неспешной езды покорения длинных шоссе это кстати у нас новый аэропорт ведь аэропорт хибины здесь меня не арестуют тут до вышка стоит вот такие такие вот мотоциклы и я вот уже говорил что вот игореку сейчас поржали что над моим роткингом сегодня бабка даже пыталась ко мне какая-то подклеится такой красивый этот но представьте 25 лет 25 лет видите и тому 25 лет видите они прекрасно сохранились есть там да конечно коцкие царапинки но ничего критического нет игорек доволен я тоже прохладно уже сейчас на градусов 12 уже уже идет температура на снижение а вот и на электричке кстати вот игорька да и вот все сказал только не сказал про сидушку вот эту сидушку он перетягивал она ну как бы выглядит круто но слишком современна для этого мотоцикла вот я бы ее перетянул тут ромбиками ну красивенько и мне поскольку у меня рост длинный да мне не хватает вот мне не сдвинуться назад а игорьку вот понравилось прям вот этот сиденье прям сказал блин ништяк вот можно на нем жарить но нюансы этого сиденья какие нюансы сиденья в том что в жару жопа приедет когда холодно как бы нормально прям при это а блин когда в жару жопа приедет сильнее а так жопа жопа вот после там тысячи там чуть больше там плюс минус жопа не болит жопа не болит и вот ништяк но получается комплект я за сиденья отдал 20 тысяч и за это 20 тысяч и еще отдавал отдельно кусту за покупал это заказывал в восемнадцатом году по-моему или в девятнадцатом вот то есть два сиденья 40 тысяч ну и за перетяжку там игорек тоже в свое время отдал сколько там порядка 40 да ты отдал вот но она выглядит она клево но слишком современно такая вот история на сегодня ну а сегодня с вами был мистер ченнинг игорек спасибо игореку большое наконец-то сбылась мечта идиота можно так сказать что наконец-то я промчал на электроглайде и ну в принципе он туринг но он не руат кинг и немножко другой на игре вот пробуйте пробуйте ездить и на том и на том если мечетесь от мне кажется от кинга ощущение таки более реалистичные но надо поставить прямотоки чтобы было больше драйв ну а сегодня с вами был мистер ченнинг всем спасибо за внимание будьте здоровы всем пока вот мизантроп только что прокатился на электричке 2007 года вот вот на но вот это вот беленькая да давай мизантроп в двух словах я без микрофона давай говори я не хочу электричку но тебе понравилось дает затылок почему-то очень сильно я ехал на волосы вот так херачили это дико бесило скорости не чувствуешь вообще непонятно сколько ты едешь я сбрасывал до 40 миль разгонялся до 80 разницы никакой вообще короче бэтвинг сразу нахер за борт теряется весь прикол от мотоцикла на мотоцикле ветер в харе должен быть а по мотору едет всего вопросов нет лучше чем карбюраторный по другому он как-то так японский да он просто что-то пердит там но нет вот чувства мотоцикла пресловутого нет прямой связи с мотором все через какой то инжектор я не сказал бы что как в машине едешь конечно но нет так а тебе понравилось на кузьмич ехал вот на вот этой кочерге а я я подъезжаю чувствую паленым пахнет думаю пердак у мизантропа подгорел или масло потекло понравилось до вот вы все слышали мотоцикл для страданий а это вот вот так как разняться электроглайд и мотоцикл для страданий а это вот для начинающих харливодов все что-то должны начинать ну и родкинг мой там скромненько там стоит красота последние деньки тепленькие